О последствиях очередных атак на юг Украины, незаконной мобилизации на временно оккупированных территориях и судьбе Черноморского флота России. Поговорим с нашим гостем. Это Наталья Гуменюк, начальник объединенного координационного пресс-центра силы обороны юга Украины. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине, добрый день. Героям слава. Накануне РФ совершила очередной налет на юг Украины. Под обстрелами были Херсон и Одесса. Кроме шахедов, возможно, использовали и ониксы. Наталья, можете ли вы подтвердить, какие последствия этих ударов? Да, к сожалению, в предыдущие сутки югу досталось очень серьезно, разными видами вооружения. Враг атаковал разные области. Под ударом была и Херсонщина, и Николаевщина, и Одессина. И действительно, особенно Одесскому региону пришлось очень нелегко, потому что использовалась и баллистика, был зафиксирован пуст и прилет Искандера-М в законсервированную постройку, которая не использовалась, промышленная, и там никто не пострадал. Также зафиксирован удар ониксом. Это, напомню, сверхзвуковая противокорабельная ракета, которую враг, как правило, использует по припортовой инфраструктуре. Однако центральная часть города, особенности историческая, часть города, которая отнесена к всемирному наследию ЮНЕСКО, имеет общепризнанную ценность, пострадала от прилета этой ракеты, в том числе художественный музей, который сегодня, кстати, именинник, ему исполняется 124 года. И, на счастье, его коллекция не пострадала, но здание, которое тоже является памятником архитектуры, серьезные повреждения имеет. Зафиксировано 8 пострадавших, и, конечно же, приоритетной была припортовая инфраструктура. Там враг атаковал уже ударными беспилотниками типа шахет. Несмотря на то, что противовоздушная оборона работала очень интенсивно, и сама атака была очень плотной, на протяжении полутора часов враг выпустил по Одессе более 20 беспилотников, и 15 было сбито. К сожалению, произошло попадание в припортовую инфраструктуру, где пострадали хранилища, в том числе хранилища специальной техники разгрузочной и автомашины с зерном. То есть враг продолжает террор, в частности, направленный на пресечение деятельности Украины как зернотрейдера. Ну, то, что касается зерна, украинский гуманитарный коридор продолжает работать, ИРФ, конечно же, пытается помешать его работе. А что сейчас предпринимает враг для того, чтобы парализовать работу? Вот ранее они, я знаю, минировали акваторию, в том числе и самолетов была такая информация. Да, они сейчас время от времени используют тактическую авиацию и продолжают эту такую подлинненькую деятельность по дополнительному заминированию моря, акватории моря, направляя то управляемые авиабомбы, то другие непонятные пока нам, но очевидно взрывоопасные предметы, скидывая самолетов именно в район им вероятного следования судов по гуманитарному коридору. Но эти факости не мешают пока что функционировать коридору. Силы обороны способны обеспечить безопасность судов. Вот возвращаясь к ракетам, россияне могут применить против Украины до 56 ракет типа «Калибр» одновременно. Атаки по Украине будут еще более массированными после наступления холодов. Об этом в том числе и вы говорили накануне. Делают ли вы свои прогнозы по этому поводу? Ведь опыт все-таки уже есть. Ну, мы не гидрометцентр, прогнозы мы не составляем. Мы делаем анализ из того, что можем уже проанализировать и предположительно рассчитываем свои силы и возможные способы противодействия. То, что враг может использовать массированные ракетные удары, которые, как им казалось, они достаточно удачно во времена прошлогоднего блэкаута практиковали, мы можем говорить о том, что они абсолютно реально способны повторить, но мы со своей стороны будем продолжать усиливать работу противовоздушной обороны, ее интенсивность и насыщенность тех направлений, которые могут оказаться под ударом. Судостроительный завод «Залив» в Керчи 4 ноября стал, как сейчас говорят, уже знаете, аскольдовой могилой. Новый ракетоноситель сильно поврежден. Этот факт вынуждены были признать российские оккупанты, хоть и не сильно, конечно, об этом распространялись. И суда, которые там находятся, и сам завод является законной ведь военной целью для Украины. Об этом вы говорили накануне. Почему ВСУ так считают? Во-первых, все мощности, которые могут быть использованы даже внешне гражданские для укрепления сил и боевых способностей врага, должны быть уничтожены, поскольку это весь тот потенциал, который может помогать продолжать врагу возобновлять свою боевую способность. И значит, любые предприятия, которые будут работать на возобновление боевой силы врага, наша законная цель. Создание или ремонт военных кораблей – это тоже по помощи в возобновлении боевой мощи. А значит, законная цель. ВСУ прорвали ПВО «Россиян-Керчь», где сконцентрировано большое количество средств ПВО, ракетами «Стормшедоу», судя по всему, к Керченскому монсту. Приготовиться ведь именно такой сакральный путинский объект, его очень тщательно охраняют. Сакральность – это диагноз наших врагов. Мы работаем, исходя из целесообразности, из максимальной необходимости в данной боевой ситуации. Поэтому пытаться навязать силам обороны или продиктовать конкретную дату уничтожения конкретного объекта – в принципе, напрасный труд. Нужно понимать, что военное командование очень тщательно анализирует все возможные варианты, в том числе развитие событий и после удара, и до удара, и в момент удара. Поэтому можно говорить только об одном, что однозначно такой удар будет ярким и эмоциональным, впечатлительным для всех категорий населения. Как для нас, так и для врагов. Российская Федерация потеряла практически Севастополь как безопасную базу для кораблей, и из-за этого РФ растеряна и не знает, какие действуют Черном море. Об этом говорят в военно-морских силах. Несмотря на это, уровень ракетной угрозы из акватории Черного моря, он ведь остается достаточно высоким? Да, уровень ракетной угрозы генеральный штаб оценивает как серьезный и высокий, поскольку само наличие ракетоносителей в акватории Черного моря – это опасность. Опасность для всей территории Украины, потому что ракета, выпущенная с морского ракетоносителя, может преодолеть всю дистанцию в 2500 километров. Это точка в любом районе Украины. То, что враг неоднократно уже использовал эти ракеты просто из бухты, не выводя ракетоноситель на боевое дежурство, является грубым нарушением мер безопасности, но зафиксированным фактом, что они так могут поступать, несмотря на то, что это несет опасность и для их личного состава. Поэтому до тех пор, пока есть ракетоносители и они снаряжены ракетами, не так критично место их нахождения, опасность ракетная остается высокой. Ну вот и российские оккупанты увеличили количество ударов такими управляемыми авиабомбами. За одни сутки враг сбросил 50 таких кабов. Накануне россияне скинули такую бомбу на школу в Дарьевской общине, это Херсонская область. И вот местные жители, в чьи населенные пункты постоянно прилетают такие управляемые авиабомбы, они говорят, что минометный обстрел для них это уже не так и страшно, да, вот такие реалии сейчас. В то же время люди не понимают, зачем россияне просто уничтожают целые села. Возможно, вы как-то это объясните. Какое этому вообще может быть объяснение? Навряд ли этому есть объяснение. Скорее всего, это классический пример проэкспроризма. Когда они пытаются... Есть звук? Наталья, вы слышите нас? Слышно меня? Да, теперь слышно. Скорее всего, они просто пытаются уничтожать. Уничтожать в их концепции то, что было заявлено. Уничтожать Украину как народ, нацию, и поэтому они бьют по мирной инфраструктуре. В принципе, села вдоль побережья Днепра, это глубоко аграрные предприятия, которые занимались мирным абсолютно земледелием. Сегодня очень многие из этих сел фактически разрушены под ноль. И мы видели такую картину, к сожалению. И когда отступали оккупанты с правого берега под натиском сил обороны, они оставляли руины вместо своего пребывания. Поэтому здесь абсолютно понятно, это террор. Да, это тактика выжженной земли, как когда-то делали нацисты. Силы обороны активно уничтожают вражеские потенциалы, позиции на левобережье Херсонщины. Вот скажите, какое количество вообще вражеских войск сейчас на правом берегу? Ну и является достоверной информацией о том, что часть этого контингента отводят к Авдеевке? Да, маневры силами и средствами они совершают там постоянно. Это их основная тактика и основное времяпрепровождение там. Потому что, во-первых, им очень боязно находиться на одной точке длительное время. Они понимают, что местное население к ним далеко не лояльно и готово поделиться щедро координатами их пребывания с силами обороны. Мы работаем конкретно и точечно. Сколько их на левом берегу, мы знаем. Но разглашать не будем для того, чтобы они не совсем понимали, что их ждет. И вот это смятение в их душах обычно работает нам на руку. Таким образом, могу только констатировать, что их десятки тысяч. И это нужно осознавать, когда нам говорят, ну почему же вы не продвигаетесь. Нужно понимать, что скопление войска там очень большое. Рубежи обороны, которые они оборудовали, очень плотные и тщательно обустроенные, в том числе и железобетонными конструкциями. Поэтому каждый день нашей боевой работы – это невероятный труд и уже большое достижение. Вот информация о том, что в Скадовске в воскресенье звучали взрывы, и гауляйтеры и пропагандисты жаловались, что украинские ракеты попали в мебельный магазин, а по другим источникам и отель, где жили оккупанты. Вот, Наталья, известно вам что-то об этом? Мы продолжаем тщательную работу по выявлению мест сосредоточения оккупантов. И как только получаем подтверждение этого, мы всегда об этом серьезно и открыто отчитываемся. На сегодняшний момент у нас нет подтверждения результатов нашей боевой работы. Как только они будут, мы обязательно расскажем. Окупанты ввели уголовную ответственность за экстремистскую деятельность. Вот, ну, вероятно, им везде мерещатся партизаны. Вот эта информационная кампания, она создана с целью запугивания или с целью все-таки как-то узаконить репрессии против украинцев? Не думаю, что их беспокоит понятие узаконенных репрессий. Они, в принципе, пытаются давить на население всеми возможными способами. На случай, если вдруг население будет их прислушиваться и заговорить о правовом поле, вот в этом случае они пытаются создать такую ширму. На самом деле, абсолютно не удосуживаясь объяснить хоть как-то свое такое полицейское поведение в отношении всех людей на оккупированных территориях. Ну и вот оккупационные власти Херсонской области намерены открыть военкоматы в Геническе, Новой Каховке, в других населенных пунктах. И вот Гауляйтер утверждает, что якобы начата практика добровольной регистрации граждан военные учетные списки. Но в то же время, да, они угрожают огромными штрафами и даже уголовной ответственностью за неявку. Наталья, какая реальная ситуация с незаконной мобилизацией? Насколько там у них все добровольно? Ну, в принципе, ответ строится в вашем сообщении в этом, которое и подтверждает, что добровольная уголовная ответственность, если так коротко его пересказать, да, помещается вот именно в эти слова, это уже, понятно, способ взаимодействия власти и людей. Конечно, они пытаются еще держать хорошую мину при плохой игре и рассказывать местному населению о том, что они все еще в роли спасителей и освободителей. Но веры им фактически нет, поэтому они вынуждены прибегать к тому, чтобы угрожать и угрожать достаточно серьезными, конкретными наказаниями. Ну и напомню, что оккупанты создали псевдодобровольческие такие подразделения, но не смогли найти желающих служить в них. В батальоне Судоплатова, да, и Маргелова, как они назвали, созданных коллаборантами в Запорожской и Херсонской областях, служат всего до 7% местных. То есть большинство жителей в оккупации проигнорировали эти, так называемые, добровольческие батальоны. И большая часть личного состава, это, оказывается, жители Российской Федерации, наемники из Сербии, как ни странно. Об этом сообщают в Украинском Центре национального сопротивления. Вот мы на этом примере тоже видим, каким образом наши люди воспринимают оккупантов. Как оккупантов? Да, абсолютно. Они достаточно красноречиво дают им понять во всех проявлениях, которые оккупанты встречают в виде агитационной продукции, которую распространяют представители движения сопротивления, в том числе поддерживая местное население, тех, кто не находит в себе силы стать сразу партизанами или примкнуть в движение сопротивления, но в душе действительно ожидает прихода сил обороны Украины. Наталья, спасибо вам большое за этот интересный разговор, за оперативную информацию. Напомню зрителям, Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра Силы обороны Юга Украины была в нашем эфире. Всегда рады вам на Фридоме. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Фридом. Фридом. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова